Всю неделю в Исламабаде нестерпимо жарко даже для этой страны. До 38 градусов в тени. Обычно в октябре температура ниже, но как раз сразу после прилета Александра Лукашенко в Пакистан в Исламабаде прошел дождь и принес долгожданную прохладу. Президент Беларуси и премьер-министр Пакистана встречаются уже третий раз за последние полтора года. Такая чистота визитов говорит о желании сблизить страны. Дипломатические отношения установлены еще 22 года назад. Но вот сотрудничать более тесно Беларусь и Пакистан стали последние несколько лет. Сначала открыли посольство в Минске и Исламабаде. А потом наступило время официальных визитов. В прошлом году Александр Лукашенко и Навас-Шариф встречались дважды. В мае в Исламабаде, в августе в Минске. Особенно теплой стала летняя встреча. В загородной резиденции под Минском Навас-Шариф с супругой отдохнули на природе и оценили чистую родниковую воду. В Пакистане, кстати, с этим есть вопросы. Неудивительно, что уже тогда звучали заявления, что вслед за дипломатией и политикой должна следовать экономика. Поэтому нынешний официальный визит президента Беларуси в кулуарах назвали переходом на другой уровень. Навас-Шариф – один из самых ярких политиков своей страны. Юрист из Лахора, второго по величине города Пакистана, три раза становился премьер-министром. Завидное упорство. Все дело в истории и реалиях. В 90-е и 2000-е годы политическая обстановка в Пакистане бурлила прям водоворотом. То военная власть захватит, то народ выйдет на улицы, то конкуренты устроят провокации. Некоторые премьер-министры в своем кресле не продержались и дольше двух месяцев. Но три года назад к власти в Пакистане пришли консерваторы во главе с Шарифом. И те выборы назвали историческими. Впервые за всю историю Пакистана смена власти произошла не в результате очередного переворота, а по закону. Полиции с автоматами наперевес на улицах Исламабада, правда, меньше не стало. Но здесь, говорят, уже спокойнее. А оружие, оно, видимо, вошло в привычку. И отказаться пока трудно. Во время прилета Александра Лукашенко в Исламабаде тоже стреляли. Правда, это был 21 залп артиллерийского салюта в честь высокого гостя. Встречать белорусского президента приехал лично на вас Шариф, что в этой стране расценивается как знак серьезного уважения. Премьер-министр Пакистана теперь намерен направить свою страну по экономическому пути развития. Модернизация инфраструктуры и энергетики, частная инициатива и торговля — вот приоритеты Шарифа. На внешнеполитической арене премьер готов разговаривать с Западом, восстанавливать непростые отношения с Индией и строить сотрудничество с Белоруссией. Александр Лукашенко и Навас Шариф условились встречаться чаще. Две темы станут приоритетными — новые возможности двух стран и контроль за уже подписанными соглашениями. До сегодняшнего дня правовая база сотрудничества насчитывала 58 двусторонних документов. Сегодня белорусско-пакистанский кейс пополнился еще 14. Первыми подписи под совместным заявлением поставили президент и премьер-министр. В нем стороны зафиксировали основные направления развития. Больше всего документов сегодня подписано по линии образования и науки. Контакты установлены не только ведомствами, но и вузами Белоруссии и Пакистана напрямую. Связи активируют технологические, лингвистические университеты и университет физкультуры. Завизировано соглашение о невозможности двойного налогообложения. Меморандум о сотрудничестве стал базовым документом между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен при МИДе Белоруссии и Министерством торгового развития Пакистана. Подписан меморандум и между почтовыми службами, которые сегодня представили памятные марки. На них изображены национальные парки Белоруссии и Пакистана. Буквально сразу же президент и премьер-министр сделали заявление для прессы. И еще раз подтвердили, Минск и Сламабад берут курс на укрепление сотрудничества без малого исключения во всех сферах. Достигнуто понимание, что Беларусь и Пакистан выйдут на тесную кооперацию с третьими странами. Пример тому китайско-пакистанский экономический коридор. Договорились возможности сотрудничества в области ядерной энергетики. И Беларусь, и Пакистан приверженцы развития мирного атома. Мы укрепились во мнении, что Беларусь и Пакистану следует активнее развивать научно-техническое сотрудничество. И во время нынешнего визита открыт Беларусь и Пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества. В ходе переговоров достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации. В ближайшее время обменяемся визитами специалистами сюда в Пакистан и к нам в Беларусь по расширению этих направлений сотрудничества. Мы предпримем уже в ближайшей перспективе конкретные шаги по активизации сотрудничества между банками в легкой, преимущественно текстильной промышленности, лесного хозяйства, таможенного дела, стандартизации и сертификации. Мы предложили пакистанским друзьям услуги белорусских компаний по строительству. Этот визит – яркий знак наших отношений. Я благодарю вас, господин президент, за личный вклад в развитие сотрудничества. Появляются платформы и механизмы для дальнейшего будущего Пакистана и Беларуси. Подписано соглашение. Впереди бизнес-форум, в котором мы тоже примем участие. К совместному бизнес-форуму четвертому по счету готовились основательно. Бизнесмены провели десятки встреч. Настолько сложно было сначала понять интересы друг друга. Разная вера, традиции, подходы к ведению бизнеса. Но договорились. Общая сумма заключенных только за эти дни сделок превысила 60 миллионов долларов. Это больше, чем весь торговый оборот между странами за прошлый год. Самые важные результаты придут чуть позже, поскольку здесь были определены новые проекты, очень амбициозные. Вы знаете, что, например, новая тема открылась для нас по текстилю. Открылась новая тема, очень интересная, серьезная по химической промышленности. Машиностроители фактически все уже получили не только партнеров, но и подписали контракты. У одного из машиностроительных магнатов Беларуси, главы холдинга «Амкадор» Александра Шакутина, настроение весьма приподнятое. На прошлой неделе в Китае подписал контракты на 400 миллионов долларов. И на эти деньги построит три завода в Беларуси. Вчера договорился с пакистанскими партнерами. Они заинтересованы в гидравлике. Миллион долларов. Неплохой старт. Для гидравлики это достаточно хороший контракт. Но с учетом того, что уже мы поставляли в прошлом году и поставляем в этом году на вторичный рынок, еще полмиллиона, то в общей сложности в этом году будет поставлено полтора миллиона долларов на новый рынок, который буквально открыли год назад. Это хорошая цифра. Машиностроение, легкая промышленность, продукты питания, химия. Каждый рекламирует свой товар, но самый ходовой сегодня – визитки. Эти новые знакомства и перспективные предложения и должны вывести обе страны на миллиардный уровень в торговле. Никакого скептицизма. Эта цифра абсолютно реально, подчеркивает президент. Задача в миллиард остается. Дамы и господа, мы договорились с премьер-министром в течение четырех лет вывести наш товарооборот на уровень одного миллиарда долларов. Вот как хотите, договаривайтесь между собой. Можете вообще не уходить из этого зала столько, сколько надо, договаривайтесь. Но через четыре года один миллиард долларов, не меньше, больше можно, должен быть. Если вы это не сделаете, если этого вы не сделаете, ну, конечно, нам будет не очень приятно с лидером народа Пакистана. Ну, а вам просто будет позор. Поэтому я вам желаю успехов. Один миллиард, всего лишь один миллиард. Вот просьба. Всегда что-то начинается с малого. И на этих примерах все бизнесмены, как в Беларуси, так и в Пакистане, увидят, как надо работать. Они будут первооткрывателями, первопроходцами, те, кто пойдут на эти первые проекты. И через них Пакистан и Беларусь плотнее познакомятся с возможностями в той и в другой стране. Мы также договорились о регулярности наших встреч. Как видите, мы практически ежегодно наносим визиты в наши государства. Для чего? Для того, чтобы контролировать исполнение принятых нами с премьер-министром решений. Я хочу вас, бизнесменов, попросить развивать отношения. Мое правительство сделает все возможное. Поддержка будет дивидендами и гарантиями. Я приглашаю всех к участию. И я благодарю вас, господин президент. Правительство двух стран сдержали обещание. Авиаторы Беларуси и Пакистана договорились открыть прямое воздушное сообщение. Так что теперь, благодаря соглашению, бизнес сэкономит время. Это даст возможность нам открыть прямой рейс между Исламабадом и Минском. И далее мы планируем этот рейс пустить на американский континент. Либо в Америку, либо в Канаду. Рассматривали, возможно, и Карачи. Если будет пассажиропоток, то готовы открыть Искарачи. То есть, в данном случае, не принципиально. То ли будет Исламабад, то ли Карачи. Может быть, любой город на территории Пакистана. На перспективу мы можем говорить об открытии грузовых перевозок. Я скажу, это перспективно. И в данном случае, Республика Беларуси в этом очень заинтересована. Но президент сегодня не улетел. Визит в Пакистан продолжается. И когда в Асламабаде уже стемнело, а на юге солнце уходит на закат стремительно, состоялась еще одна встреча. На этот раз между двумя президентами. Несмотря на то, что этот пост в Пакистане традиционно является номинальным, Мамнун Хусейн влиятельный политик. В свое время был губернатором штата Синд, главный город которого Карачи. 15 миллионов мегаполис, финансовый центр и морские ворота в Азию. И политического опыта, и бизнес-связей у 12-го президента Пакистана хватает. Это особенный визит. Чувствую, что лед тронулся, тронулся солидно. И спустя 4 года мы достигнем желаемых результатов и построим фундамент наших отношений в виде торговли и экономики, решения вопросов сферы экономики. Это главное. Это составляет фундамент любых отношений. И экономические наши торговые, экономические отношения обязательно выйдут на уровень наших политических отношений или даже, так сказать, личных наших отношений, моих отношений с вами и с премьерами. Весьма насыщенным на встрече и события стал этот день для Александра Лукашенко. Все они в белорусскую копилку, которая полнится и весомыми бизнес-контрактами, и гарантиями на самом высоком политическом уровне. Анатолий Занкович, Дмитрий Буй. Наши новости. Исламабад. Пакистан.